Оказывается, в жизни происходят события, после которых какой бы незримой, закрытой, затворнической, непубличной жизнью ты не жил, отмалчиваться становится невыносимо тяжело. Я, Магомед Мусаев, родившийся в селении Тлярош, Чародинского района Дагестана, прошел и прохожу свой жизненный путь со своими ошибками и покаяниями. За эти ошибки, основываясь на трех традиционных столбах и фундаментах, на котором меня воспитывали с детства в Дагестане. Это законы гостеприимства, это уважение к старшим и самое главное, доброжелательное отношение к представителям другой национальности. Именно наполненность этих постулатов, а не университеты, диссертации или бизнес, далее дает мне возможность быть самобытным дагестанцем в любом уголке мира. Но то, что произошло вчера в аэропорту, вызывает ощущение полного шока и позора. Но позора такого масштаба, аналога которого я не видел и не слышал никогда ранее по отношению к Дагестану. Людей, которые со своими семьями спасаются от безумия войны, совершенно неважно, какой они национальности. Вместо того, чтобы предложить им кровь и еду, начали подвергаться издевательству и унижению человеческого достоинства. Это бросает страшную тень, очень совершенную на другую суть и ткань, из которой состоит настоящий Дагестан. И многие видели последние годы, кто посещал десятки людей в Дагестане, каков он настоящий Дагестан. Нам теперь предстоит и очень-очень долго отмываться от происшедшего. Было бы правильным, это имело бы сто раз больше эффекта, показать пример настоящего гостеприимства. Происшедшие – это самый серьезный повод задуматься старшему поколению, религиозным институтам, вузам, школам, прежде всего средствам массовой информации и власти, быть ответственными за осмысленность жизни подрастающего поколения и молодежи. Добиться элементарного, простого согласия в Дагестане гораздо важнее, чем понимание религиозных догм, а не истин. Стать на самый опасный путь национализма, в самой многонациональной республике мира, значит открыть путь к нескончаемым конфликтам на столетия. По-настоящему, мне кажется, настало время задуматься, как нам развернуть Дагестан от всеобщей тяги к пропасти к общей тяги к жизни, развитию, возрождению, используя весь арсенал, прежде всего человеческий потенциал, которым очень богат наш край. Давайте вместе подумаем, как вот это чудовищное недоразумение использовать как повод для более фундаментальной дискуссии о будущем дагестанства. Добра всем!